Приветствую вас и, наверное, я дополню вопросы своей коллеге. На момент записи этого ответа у вас был один комментарий от коллеги, который, в общем-то, задаёт вам довольно-таки важные запросы о том, как так получилось, что девушка, женщина, которая к вам неравнодушна, вышла замуж за другого, при этом, как я понимаю, она развелась с тем мужчиной, с которым у неё был изначально, и разведясь с ним, даже она всё равно не стала с вами в отношениях быть. И это, конечно, очень странно, потому что, судя по всему, она видит вас только в контексте своего любовника, и готова с вами встречаться, но только лишь до тех пор, пока вы её любовник, а вот и ничего, ничего серьёзного, с вами она, судя по всему, устроить не собирается. Это единственное объяснение тому, почему человек повёл себя именно так. Далее, вы говорите о том, что выглядели друг другом на работе, что не в силах выйти из треугольника, а также готовы лезть на стенку из-за того, что она вышла за другого мужчину. Здесь снова к вам вопрос. Но если она выходит за другого мужчину, или выглядела за другого мужчину, не значит ли это, что она счастлива? А если она счастлива, то, может быть, стоит как-то за неё порадоваться, может быть, стоит испытать радость за то, что она счастлива, что у неё сейчас всё хорошо на данный момент, и, в общем, всё у неё замечательно и здорово. Но заметьте, что вы не можете радоваться за неё. Заметьте, что у вас не получается именно за неё радоваться. Заметьте, что вы как бы, как бы, говорить о том, что вам, в общем-то, очень плохо. И тогда получается, что человек вам нужен для чего-то. Именно вам, для чего-то своего, этот человек нужен. Вот и давайте попробуем осветить этот вопрос. Почему именно она? Почему именно с ней вы хотите подправить отношение? Какое значение она для вас имеет? И вследствие чего у вас появилось такое ощущение, вследствие чего у вас появилось такое ощущение, что вы готовы хоть лезть на стенку. То есть, каковы ваши личные предности, не удовлетворяются. Именно вот в результате того, что вы не можете быть с этой женщиной и так далее. Это тоже очень важный момент. Ну и, наконец, далее. О чём я хотел бы вас спросить. Этот момент заключается в том, значит, как так вышло, что вы влюбились именно в замужнюю женщину? Где у вас ваши отношения? Где ваша семья? Где ваша женщина свободная и так далее? Были ли у вас до этого отношения с кем-нибудь, с какой-нибудь женщиной? Если да, то как они закончились? Если нет, то почему? И так далее. Есть, надо сказать, что довольно серьезной, жесткой, как бы я бы даже сказал, жестокой смеси сошлись, во-первых, отсутствие вашего личностного роста, то есть, недостаток личностного роста. во-вторых, неумело и неправильно, ну или я бы сказал, употребил здесь такое слово, как, знаете, порочное, порочное или деструктивное, удовлетворение именно ваших потребностей. то есть, вот, тот факт, что у вас есть какие-то потребности, тот факт, что они есть у вас, это, в общем и целом, нормально. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего царственного, они должны быть, эти потребности ваши. Но вот то, что вы эти потребности пытаетесь удовлетворить через другого человека, а именно это вы пытаетесь делать, потому что противным в случае не стали бы вы так сильно переживать, потому что она вышла замуж. Ну, вышла и вышла, как говорится. Вы бы сами продолжили бы жить дальше, но вы не можете. И вот именно потому, что вы не можете, я полагаю, что это важно и есть основная проблема. Также, помимо неудовлетворенных потребностей, то есть, зависимого поведения, также, помимо этого, у вас есть и еще одна, на мой взгляд, беда. эта беда связана именно с тем, что вы, значит, ну, скажем так, вероятно, боитесь того, что будет, если вы останетесь один, без человека, без этого человека. Вот, вероятно, вы боитесь этого, вот этих моментов, этих последствий, я бы сказал, даже. Они вам неприятны, и вы очень не хотели бы наступления их для себя. и здесь вопрос, который я, опять же, хотел бы вам задать, заключается в следующем вопросе к вам, который я хотел бы задать. Чего вы боитесь? И что заставляет вас пытаться удержаться в данном направлении их поведения? с наступлением чего вы так активно боретесь? Вот об этом тоже с вами нужно поговорить. А так, ну, своего рода есть треугольный Карпмана, Карпмана, это определенная психологическая теория, где существуют такие субъекты, как жертва, спаситель и тиран. И вот я полагаю, что ваша женщина это жертва, вы спаситель, ну, а мужчины, за которых она выходит замуж уже второй раз, это тиран. И вот вы находясь в этой роли спасителя, несете ответственность за нее, пытаетесь нести ответственность точнее за нее, но в действительности теряете ответственность за себя, то есть абсолютно не несете ответственность за себя. И это довольно-таки важный момент. Вот в данных направлениях вам и стоит вести диалог с тем экспертам, которого вы выберете для решения своих проблем. Ну, я надеюсь, что выберете, потому что вот так вот в формате вопрос-ответа ваши проблемы конечно не решаются. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.